Педро 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 Это очаровательная барышня с вами. Меня Юлия, зовут я переводчик Педро. Юль, ну как тебе, мужчина? Интеллигентный очень мужчина. С щетиной. Да, они любят испанцы с бородой ходить, очень модно. Вы дали объявление такое странное. Ищу жену с задатками помощника. У меня компания, которая занимается экспортом и импортом местных продуктов. В настоящее время мне нужна правая рука в моем бизнесе, помощниках. И, конечно, самое доверенное лицо была бы моя супруга. Это было бы идеально. Если не получится, ну уж как будет. Семейный бизнес – это здорово. Скажите, а у вас были, наверное, браки, дети есть? Да, я был женат, но детей не было, я был дважды женат. А хотите детей? Ну, конечно, если будет жена любимая, то, конечно, дети – это прекрасно. Смотрите, если сегодня вам понравится женщина, а у нее будут дети, это нормально? Или хотелось бы без проблем, без этих? Ну, понимаете, конечно, все равно, и все равно, равно все. Если я найду хорошую жену, у которой человеческие качества будут необходимы, и прекрасно для меня она как человека, как женщина будет... Мне нравится, когда вы говорите «человеческие качества» и два раза показали про человеческие качества. Их должно быть два, конечно, этих качества, ясное дело. Я поняла про этих человек. Ну да, вот так и так, конечно, да. Ждет единственную, которая родит ему его ребенка. Просто я думаю о том, что все-таки, наверное, если до такого возраста он еще не завел семью, то, видимо, у него требования очень высокие. Давайте тогда перечислим человеческие качества, которые для вас вот прям обязательны. Она должна быть честной, искренней, умной, воспитанной, образованной, коммуникационной, общительной, человек экстравертного характера, динамичный. Еще что-то хотите? Нет, я не хочу. Я просто теперь хочу послушать о тех женщинах, которые были у вас на собеседовании, и у вас с ними все складывалось, но вы почему-то один до сих пор. Почему такой мужчина, так сказать, роскошный и один? Ну, насчет роскошного мужчины, это спасибо, конечно, авансом. Я считаю, я нормальный просто мужчина. Ну, я лучше разбираюсь в мужчинах. Надеюсь, чем вы... Обаятельный он такой, я могу сказать, что он чем-то даже на папу моего напомнил. Расскажите, какие требования у вас на собеседовании были к девушкам? Были встречи, я подбирал по работе, да, как-то вот Юлия проводила, подбирала. И много было таких заинтересованных? Определенные параметры, конечно, задаются. И на основе этого проводится интервью. И в ходе интервью мы смотрим, есть ли качества профессиональные и личные определенные качества. Да, и у вас ведь было их много, ну, наверное, аж человек сто женщин. Я не считал, честно говоря, но примерно да. И что, ни одна из ста женщин вас не заинтересовала? Ну, да, четыре женщины меня заинтересовали. Ты одна из этих четырех? Знаете, после собеседования, да, он сказал, что ему очень понравилось, и что он хочет со мной встретиться еще раз. Скажите, а почему русская жена нужна? Ну, я сюда приехал по работе. И для моего экспортного отдела необходим человек, который должен говорить по-русски обязательно, потому что мы работаем с Восточной Европой. То есть, конечно, нужен английский, беглый язык, ну и естественно русский. А потом вы уедете в Китай, и что, вы бросите русскую жену, и женитесь на китаянке? Это вы говорите, я такого не говорил. Если будет вам сегодня женщина подходить, вот, ну, просто мечта ваша с юности, но она будет неумеха, с языками проблема, немножко ленивая, работать, вообще не знать, что это такое, но она разобьет вам сердце буквально на первой встрече. Возьмете уже? Ну, красиво вы очень, конечно, описываете. Я вижу, да, тут сложно будет. Красивая девчонка, без мозгов, нет, это мне неинтересно. Нет? Нет, 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 нужна женщина. Все мужчины любят. Я скажу честно, честно скажу, честно. В Испании? В Испании? Вот эти вот девушки, да, без мозгов, но красивые, они по стране ходят, и, собственно, никто на них внимания так особо не обратил. Правда? Еще раз, девушских мужчин, повторите это в камеру, что это же не модно. Подожди, так они сейчас все в Испанию возьмут, да и поедут. Мне кажется, что он карьерист. И строят отношения свои на шаблону карьеры. Чтобы ничто не угрожало. Наши-то женщины очень предприимчивые, быстренько так в бизнесе разберутся. Да, решительно. Решительно. Все на себя быстренько. Да. Очень умную нельзя русскую. Без штанов оставят. Это я вас предупреждаю. Смотрите, уточню. У меня, конечно, есть свои недостатки, у меня их немало. Но я уверен, что я все-таки не дурак. Ну смотри, если основное, это все-таки личностные качества невесты, и внешне это не важно, но мы действительно сейчас говорим как будто о приеме на работу. Значит, и внешность ее не важна вообще, и возраст тоже. Хорошо, а возраст тоже. И возраст не важно. Возраст. До какого возраста вы рассматриваете? Ну, какого-то возраста. Ну, 30-35 лет, 40 лет, в принципе. А возраст и здравый смысл — это разные вещи, конечно. Кое-кому 50 лет, а мозг все равно и не прибавилось за это время. Это Си. Си сеньор. Он перфекционист, который хочет все и сразу. В этом, в принципе, мы с ним схожи. Да. Мы просто идеальная пара. Мне кажется, что Педро — человек жесткий. Вот прямо очень. Нет, нет, не жесткий, нет. Я реалист, смотрю на вещи трезво. Только и всего. Какие женские слабости? На какие женские слабости смотрите так, ну, сквозь пальцы? Я думаю, что в паре должно быть некое равновесие, баланс в отношениях. Должна быть какая-то основа, да, в отношениях пари. Сегодня ты за меня заступаешься, завтра я за тебя. Если баланс нарушается, то и отношения, собственно, нарушаются. Вы согласны, что человек может ошибаться на протяжении жизни, и что ему нужно давать шанс? Вот вы легко прощаете, например? Конечно, смотря какая ошибка. Что не простите? Что не простите? Я, например, неверность, я не могу простить. Хорошо. Я просто собираю вещички и проваливаю. Ну, неверность, я думаю, каждый мужчина может простить. Каждый уважающий себя. Лицо, шея и область декольте – зона повышенного внимания. Крем-коллаген «Либридерм» сохранит кожу упругой, молодой и красивой. «Либридерм» – то, что нужно для восхищенных взглядов мужчин. Педро очень жесткий человек, несколько планет в козероге, и требования к женщине действительно почти рабочие. Но только невозможно в один предмет поместить сразу все желания на свете. Не может спортивный автомобиль быть трактором для того, чтобы пахать. Конечно, хотелось бы потратить деньги на машину, чтобы она была, скажем, многофункциональной и все умудрялась делать. Вот точно, к сожалению, это невозможно. Это невозможно в жизни. Я не согласен. Протестую противника. А, ну то есть вы считаете, что все-таки можно купить себе какой-нибудь роскошный «Феррари», чтобы он еще вспахивал вам огород? Почему нет, конечно? Конечно, да. Да, то есть ты думаешь, что там всегда в багажнике лежит какой-нибудь ковш от экскаватора, да? Я просто думаю, что можно подвязаться в смысле лошади впереди, понимаешь, и везти этот «Феррари» с прекрасным Педро. Ну, то есть он на это рассчитывает, ты думаешь? Да. Конечно, русские бабы-то. Ну, наши, конечно, ради любви на все готовы, но мне кажется, что не настолько. Вы человек требовательный, одновременно жесткий. Русские женщины способны на многое, если им будут давать любовь и чувства. А вот на чувства вы скуповаты. Я не вижу, в общем, здесь мощной воды, и я не вижу, где будет та страсть, нежность, которую женщина любящая, которая готова на все, хотела бы получить взамен. Юль, ты готова? Хотела получить взамен? Быть с таким автомобилем? Стать партнером. Я думаю, что, опять же повторюсь, за все многочисленные его встречи, свидания, он так и остался в жестком бизнесе, его никто не раскрыл, его чувства, сентиментальность и все остальные качества личной жизни. Поэтому он сейчас рассказывает больше про часть бизнеса, как он должен быть четко зараспланирован. А я бы уже пошла и знакомилась бы с невестами. Проходите и знакомьтесь. Добрый вечер, Федро. Меня зовут Ольга. Давайте знакомимся поближе. Мой вен, перфекто. Прекрасно, да, я готов. Ольга, 35 лет. В прошлом учитель английского языка. Сейчас работает директором по маркетингу в крупной компании. Гордится тем, что самостоятельно сделала карьеру. Признается, что уже 9 лет бережет свою репутацию. Побывав на мастер-классе Розы Сибитовой, Ольга осознала, что у нее осталось мало времени, чтобы выйти замуж, и поспешила заполнить анкету «Ну давай поженимся». Надеется, что Педро тот, кто ей нужен. Здравствуйте, здравствуйте. У вас 9 лет не было мужчины? Мне самой страшно представить. Можете вашу репутацию... Меня бы разорвало на молекулы просто уже, на атомы. Но не хочется размениваться. Поэтому... Слушайте, лучшие годы вашей жизни. Я не могу успокоиться. Потому что ты представляешь, что с 27 до 35 лет... Я просто тоже не могу успокоиться. Меня, честно, пугают люди, у которых достаточно... 9 лет не было мужчины. Скажите, вам нравится Педро? Конечно. Мне как-то вот в связи с Педро не очень хочется в ваших историях, особенно, там, да, как-то участвовать. А есть история-то? А вообще была история любви? Ну, конечно, как же я... Замужем были? Дети есть? Замужем я не была. Но был кто-то, кто разбил вам сердце? Были у меня отношения. Да. И когда мне было 28 лет, я влюбилась в хоккеистов. Мне кажется, дальше рассказывать смысла нет. Потому что, ну, красавец... Сенарий один и тот же. Да. Двухметровый, блондин голубоглазый, женат не был. Пьяница и ходок. Нет. В том-то и дело. Он был достаточно интеллектуальный. Мне с ним было интересно. Ну, влюбиться в хоккеиста, мне кажется, это совершенно безрассудное мероприятие. Есть Педро. Педра, вы знаете английский язык, потому что работали преподавателем в школе. Да, работала преподавателем. Проблем у вас не будет. Нет. Можете уехать? Ну, я думаю, что да. Если мы поймем, что мы друг другу подходим, что мы... Вот есть химия, есть какой-то партнерство. А какой мужчина вам подошел бы? Вас жесткие мужчины не отталкивают, не отпугивают? Я думаю, что нет. В первую очередь, что я ценю в мужчине, это уверенность в себе. Чувство юмора. Мне кажется, у Педро с этим все хорошо. А мне всегда было интересно вот приручить такого, как Педро. Мне вот эти, которые ручки целуют, ха-ха, анекдотики. А мне неинтересно. Мне всегда интересно. Вот какой-нибудь сидит злой в углу и нервно курит. И ни на кого не обращает внимания. У меня все сразу ретевое разрывалось. Тебя тянет на сложные ситуации все время, да? Я не согласен, не согласен. Вот этот человек с жестким характером может быть рыцарем. Конечно, так я и знаю. Разбудить нежность в звере, это самая манка. Я считаю, что не надо тратить годы жизни на зверей. Ой, а я нет. Я про себя говорю. Я говорю о себе. Ты знаешь, как там были. Чудовище и красавица. Да, мне нравятся мужчины суровые. Ольга. Мне кажется, Педро не зверь. У него глаза очень добрые. Да мы про него вообще не говорим, милая моя. Что же вы так в лоб-то все? Педро не зверь. Нет, ну я не могу забыть, что у нее не было секса 9 лет. Я теперь вообще, в принципе, когда смотрю на нее, и у меня сразу первая мысль это, что у девушки не было секса 9 лет. Я думаю, может, чем-то помочь. 9 лет. Оленька, вы хорошо поняли? Педро ищет и жену, и заместителя, это, ну уж не знаю, по какой это работе. То есть, и как я правильно поняла, семейный бизнес. Семейный бизнес, да. И в какой-то момент все в дом, в дом. Подождите. Нет? Донна Роза, я Донна Роза. Донна Роза. Донна Роза. Да, Донна Роза, понятно. Нет, очень приятно, Донна Роза, очень приятно. А я Донна Роза. Я могу пояснить, если позволите. Я повторяю. Первая задача у меня найти человека, с которым я могу создать семью. И помимо моей личной жизни, где-то она сможет помочь. Конечно. Я от этого как раз понимаю. Мне кажется, он совсем не проявил интерес к этой девушке. Он так и продолжает общаться с ведущими. Мы можем посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Да, мне нужно переодеться. Идите, переодевайтесь. У меня малая родина, Испания. Кто тебе сказал? И мало, что он мне сказал, да. Ей сейчас у нас в России модно еще одна такая байда – зарабатывать деньги. Теперь по генам могут определить, откуда ты. Мне тоже предложили. Но некоторые бездельники соглашаются узнать. И, значит, провели этот гемо-код. И Роза теперь думает, что она, ее корни из Испании, короче. Мой муж этой хренью страдает. Ну, хорошо, я в Испанию ее заберу тогда сейчас, ладно? Ой, я... Скажите, пожалуйста, в Испании пенсию во сколько платят? Ой, Роза, я тебя сейчас расстрою. Или пенсии там нет? Или в Испании, корень, мы очень хренью. В Испании не очень вообще-то хорошо. Мы, во-первых, платим много налогов, налоги будут повышать сейчас. И мы все время работаем, оплачиваем правительство. Работать до смерти надо, в смысле до старой. Да, Роза, зато Сангрия по субботам. Да, и желательно до 70 лет не умирать, потому что ты не до пенсии доживешь просто. Да, у них поздно очень пенсия, в 65 лет. Это же сколько надо работать, работать, работать. И они вообще долгожительны. Давайте посмотрим на сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну молодец, она так подготовилась. Очень красивый номер, в принципе, мне нравится. КОНЕЦ Спасибо, проходите. Забирайте свою подругу, спасибо вам большое. Прекрасный номер. Очень милый. Мучай расти. Спасибо, спасибо. Понравилась вам Ольга? Она прекрасна, но я, конечно, не знаю ее характера. Ничего они не знают, понятно. Я вижу вас в паре. Мне кажется, и разница в возрасте прекрасная. 10 лет, 11 лет. И она очень постаралась вам понравиться, произвести впечатление, танец подготовила. Почему бы нет? Мне кажется, она достаточно умная, разумная, рассудительная. Язык знает. И вы не будете ей нянькой. А звезды что? 9 лет секса не было, опять же. Думаешь, разорвет? Сожгет. Ольга человек, на самом деле, очень чувствительный. И даже будучи покладистой, даже будучи умеющей услышать пожелания мужчины, я абсолютно уверена, что жесткий партнер рядом с ней будет ее просто выпивать из нее силы. Будет просто ее добивать в каком-то смысле слова. Вам нужна более стойкая женщина, не такая мягкая. И я абсолютно уверена, что не такая покладистая. Ну нет, а мне мягкого партнера, я тогда разболтаюсь. Ваш анализ меня просто убивает. Я так понимаю, что вы, наверное, с этой девушкой говорили, чтобы узнать этот анализ. Или у вас какой-то кристальный шар, из которого все... Фактически. У меня не хрустальный шар, у меня компьютерный диск. Ну, я понимаю, да. Астролог, астрология, да. Астролог, понятно. Водолей, рак, телец. Понятно. Я же говорил, вот ты, вот кто. Проходите и знакомьтесь со второй невестой. Проходите. Окей. Ну, хорошо, пойдем. Проживает в Испании и мечтает открыть там бизнес. Гордится тем, что умеет рисовать и играть на пианино. Предупреждает, что не ест мясо. Признается, что страдает морской болезнью. Юлии понадобилось 18 лет, чтобы созреть до замужества. Но хватило и года, чтобы разочароваться в браке. Надеется, что с Педро они созданы друг для друга. Здравствуйте. Добрый день. Вы с какой-то коробочкой волшебной пришли? Да, я вчера прилетела из Валенсии. И для Педро привезла с его родины традиционные сладости, которые сейчас в зимний период времени. Давайте мы передадим. Да, вот это супер. Покупают и едят. Огромное спасибо. Да, действительно, турова, халва. Отходы из Валенсии, так что, да? Но ты где там живешь или здесь? Валенсия и Москву. Ты здорово говоришь по-испански, у тебя хорошее произношение. Спасибо большое. Ну, конечно, в плане внешности она нам не конкурентка. У вас был испанец муж? Нет, у меня был русский муж. А как в Испании оказались? В Испании оказалось совершенно случайно. Я познакомилась здесь, в Москве, с девушкой. Она мне делала через агентство визу, документы, путевку. И потом она меня пригласила к тебе в гости в Валенсию. Она там живет. Она замужем очень достаточно давно. Расскажите об испанцах. Какие они, на ваш взгляд? Испанцы. Они такие темпераментные. И они очень в менталитете отличаются от русских мужчин. Им нужны здесь, сейчас и очень амбициозные. В связи с тем, что в Испании раньше женщины были на балансе ниже мужчины, то сейчас, когда они отстояли свои права голосовать и в остальном, и в доме, и с детьми, и в работе, то они подавляют немного мужчин. И мужчины сейчас себя чувствуют немножко... Дискомфортно. Дискомфортно, да. Есть такое. То есть ему даже перевозить его не придет. Сейчас посмотрим, меркантильный он или нет. Расчетливый или нет. Скажите, столько лет вы в Испании. Почему замуж не вышли до сих пор? За испанца? Ну, на сегодняшний день я заботилась о своей карьере. То есть... И как-то я дружу с мужчинами-испанцами. Но в отличие, опять же, менталитета, если у нас мужчина русский может сразу как-то у них встречаться, да, то у них есть такое понятие, что они даже могут после офиса пойти со своей сослуживицей в бар и попить там кофе. И что? И... То есть они дружат. И это не повод для нее считать, что он ее жених, скажем так, да? Скажите, правда, что испанцы дарят цветы один раз в году на день рождения? Да, они дарят букет красных роз. Это считается, что это от мужчины, который ее любит. И такого повода постоянно дарить цветы, чтобы она утром просыпалась и не было... То есть цветочный бизнес у вас там открывать не надо, да? Ну а что, только по дням рождения. Юлечка. И при всем при этом вы бы приехали бороться за Педро. Я заинтересована, потому что мне нравится ментальность, да, этих мужчин испанцев. Педро вам нравится? Да, такой у него хитрые глаза. Я наблюдала за ним, как кот облизывается на ваши шутки. Мне нравится, что она себя очень холодно так выдержанно ведет. Точно такая есть. Очень, да, она такая. Может быть, у Педро есть вопросы к вам? Да, что тебе обо мне рассказывали, интересно? Что ты обо мне знаешь? Я мало что знаю, честно говоря. Ничего тебе не рассказывали? Надо. Ничего. Ничего. То есть, тоже, как и мне, тоже ничего не рассказывали. Все в секрете держат почему-то. Да, в секрете. Да, в секрете. Может быть, пойдем потанцуем? Нет, сейчас чего-то как-то не... Потом, и потом я тебя на ужин приглашу. Согласна? Я у меня сюрприз. У меня сюрприз для тебя. И я хочу с тобой потанцевать, но здесь как-то не очень. Я тебе, конечно, благодарен за такой сюрприз, но как-то здесь не очень мне. Пердон? Тебе отказала. Даже танцевать не хочет с ней, да? Спасибо вам, девочки, большое. Проходите в комнату. Здравствуйте. Вы очаровательные. Юлия, вам понравилась ваша тезка, Юлия? Да, приятная девушка. Приятная. Имеет преимущество, да, владеет испанским языком. Это для Педро, мне кажется, очень большой плюс. Конечно. Была в Валенсии, да, живет на две страны. Как раз та, что Педро нужна. Педро, а вам понравилась Юлия? Первое впечатление, да. Да, я видела, что она вам понравилась. У вас потеплел взгляд, вы даже стали с ней кокетничать, улыбаться. Это приятно. Он очень серьезный мужчина, и я думаю, что... Зато он меня пригласил на ужин. Точно. И подмигнул. Это ему понравилось, безусловно. Но она красивая. И я думаю, что у нее точно был секс последние девять лет. Ну, если не было, то я бы очень удивился, конечно. Василиса, меня Юлия очень подкупила, даже не только в связи с Педро, а в связи с тем, что она постаралась понравиться. Очень редко у нас невесты предпринимают такие адресные усилия в сторону жениха. То есть она прямо показала, она рассказала, чем хочет заниматься, как она живет. Она была очень спокойна, и это производит впечатление уверенности. То, что вы хотели, кстати говоря. И одновременно она обосновывает свои шаги, чего не было, например, у Ольги. Там все как-то на полутонах, или, скажем так, логика жизни смазана. Потому что Юля 17 лет живет в Европе, но они другие женщины. Ну, очень странная логика, конечно, приехать и искать испанца сюда. Но, с другой стороны, Педро тоже не менее странно искать себе жену здесь, в России. Так что сходится все. Есть еще одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Привет! Как поживаешь? Привет! Я Влада, мы с Педро уже знакомы. Очень приятно. Это тебе русский сувенир. Влада, 27 лет, в поисках работы. Гордится тем, что всегда добивается своей цели. Мечтает жить в стране с теплым климатом. Предупреждает, что придерживается правильного питания и три дня в неделю занимается собой. Признается, что любит поспать. Влада пыталась устроиться на работу в компанию Педро. Собеседование прошло, но не решилась идти до конца. Надеется, что сегодня он даст ей второй шанс. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Какие вы все красотки. Спасибо. Дарить. Вам странно, когда женщина дарит цветы женщине? Это вам. Спасибо, дорогая моя. Спасибо, дорогая. Спасибо. Не странно? Нет, не странно. В Испании тоже такое происходит. Они уже знакомые оказываются. Да, один раз не сложилось, один раз не получилось. Она, как говорят, ее дверь, она в окно. Да, решительно очень. Я так понимаю, что вы одна из тех счастливец, которая прошла собеседование, да? У Педро. Да, мы знакомы, я была у него на собеседовании. Ну, рассказывайте, как там было. Знаете, я, получается, приехала в офис, мы с ним разговаривали. Изначально я, то есть, конкретно искала себе работу, да? Но в процессе общения я поняла, что Педро помимо работы ищет еще и девушку, которая смогла бы стать спутницей его жизни. Мне, я человек такой авантюрный, да, мне было интересно. То есть, мы с ним познакомились, и он спросил о моей жизни, я ему рассказала о себе. И он рассказал о себе, и предложил встретиться с ним уже еще раз. То есть, пригодилось свидание. Встретились? Я не встретилась, меня немножко напугала подача, да, всего этого. То есть, я не сразу поверила, да, что это может быть как-то правда. Да, возможно, то есть, что это, ну, я поняла. Что он отнесся к вам как к легкомысленной девушке, скажем так? Ну, не то, что к легкомысленной девушке, но я же не знаю его конкретную цель. Вот, может быть, он просто приехал поиграться, да, либо посмотреть... В общем, вы не пошли на свидание. На свидание я не пошла, да, меня просто напугала его настойчивость. И он хотел знать конкретно, куда смогла бы я переехать в Испанию. Ну, правильно. Прямо сразу. Приходишь на собеседование, тебе говорят, что вас приехала бы в Испанию. Нет, не так, не так. Не конкретно завтра мы собираемся или тем, а в принципе, чтобы не терять время. Я, в принципе, допускаю свой переезд в любую страну, но за любимым мужчиной, которым я... А что вы тогда сейчас здесь делаете, если вы уже однажды отказали в свидании с Педро? Знаете, да, меня на тот момент напугало. Я пришла сюда, чтобы еще раз его увидеть и чтобы выяснить для себя, что действительно ли это правда, что действительно ли он на всю страну готов признать, что он ищет в себе помощницы, что он действительно охочен. То есть вы хотите вот таким образом еще попытать судьбу? Да. Чтобы при свидетелях только, понимаешь? При свидетелях, да, потому что, ну, как вы понимаете, мы живем в достаточно такое время. Вы не были замужем, у вас нет детей? Замужем не была, у нее были очень длительные отношения, а детей, к сожалению, нет, да. Для меня она типичная внешность, которой сейчас очень многие девушки, накачанные губы. В ней нет какой-то изюминки. Что не сложилось в прошлое с русским парнем? Знаете, наверное, это были первые мои отношения, первая любовь, 17 лет, она длилась 7 лет. Может быть, где-то мы периодически расходились-сходились, но в итоге все сошло на нет. А вы во сколько встаете? Я, к сожалению, вставаю, я встаю в 11 часов дня, и это для меня прям вот... А ложись во сколько? Ложусь поздно. Вы смотрите, я тоже сова, но если мне нужно быть в 7 часов утра на работе, я без 15 и 7, как штык. Нет, другой момент, если нужно. Если нужно, то я также встану и буду полседьмого. Девочки, вы замужем? Нет, в отношениях серьезно. Хорошо. А сюрприз покажете? Да, конечно. Я думаю, он ее не выберет. Ну, мне кажется, понимаете, что девушка, которая может стать партнером, она вот, ну, должна постоянно быть занята, она где-то. Если она сейчас в поисках работы, то... Он ее уже один раз не выбрал. Если уже не выбрал, да, она еще раз решила прийти. Бьется о стены, чаши терпения, и падают на пол наши сомнения. Падают вместе с одеждой в глазах, поверила лезть и где живой разум. Мне алуй, до потери сознания, целуй, без запретов и правил, целуй, я ждала этой ночи, я же знаю, что хочешь. Если меня перестанут снимать, я буду писать такие песни. Во-первых, у меня получится, потому что это просто. Целуй. Какая пошлость. Я просто сидела и теряла сознание. Редчайшее. А что ужасного, опять? На вкус и цвет товарищей нет. Понимаете, потому что Влада на меня произвела такое впечатление, и потом выйти и под фонограмму вот эту пошлятину произвести, вы на меня смотрите, может быть, я сошла с ума. Да нет, ну все правильно, просто... Ну как к этому серьезно относиться можно? Я даже не хочу быть толерантной. Фольклор это что? Фольклор? Ну в каком смысле слова? Вот это все, может быть, у них тоже не было 9 лет. Ничего. Но только если не было 9 лет секса, тогда можно вот это выйти и спеть, процелуй. Да ладно, девочки хотели показать, все, смотрите, какие ножки красивые. Ну у них свои представления о том, что мужчины считают соблазнительным. А вы считаете это соблазнительным, нет? Когда тебе говорят, я же знаю, что хочешь. Я же знаю, что хочешь. Целуй. Ну это зависит от ситуации, конечно. Вообще я горячий испанец. Нет, послушайте, горячее, чем Гарсия Лорко писал о любви и о сексе, уже представить себе трудно. Понимаете, Гарсия Лорко, ваше земелье. Но это же вообще кошмар. Не понравилось, Ларисе, наша песня, не понравилось. Ну, не угодили, не угодили. Влада, понравилось? Что, я о Владе думаю? Ну, было интервью, как вы знаете, на первой встрече. И, по-моему, там второе интервью еще было, да? Она не пошла к вам на вторую? Ну, неплохо. На первую интервью проводила Юля, насколько я помню. А вторая встреча, мы втроем были, по-моему. Мы ужинали пару часов вместе, втроем. Говорили о профессиональной деятельности. Тогда я не поняла, куда она не пришла. А куда она тогда не пришла, если вы ужинали? На личное свидание. А-а-а. Мы поужинали втроем, и мы договорились встретиться на следующий день, чтобы она подумала, и как-то все оценила, ответила. Мы позвонили ей, не помню, как там было. Что-то такое там не сложилось, и мы не встретились. Влада, он тебе интересен, Педро? Педро, да, да. Ну, просто, да, я немножечко такая, такая-такая скромная. Послушайте, но она бы не пришла на программу бороться за вас, если бы ей было неинтересно. Она испугалась? Ну, не знаю. Я тоже, кстати, удивился, что она пришла сюда. Это сюрприз был, да. Ну, в общем, что, какой вы вот делаете с того, что она пришла сегодня сюда? Может быть, она сомневается, и все-таки как-то я интересен. Она испугалась, конечно, интересен. Когда один на один, она испугалась. А при нас есть... Знаете, некоторые робкие женщины на свидание берут подруг. А она весь мир взяла на свидание с вами. Потому что нас смотрят во всем мире. Я думаю, каждый из нас заслуживает свой шанс. Может быть, в первый раз не получилось из-за чего-то. Она, может быть, сомневалась, там, боялась чего-то. Я могу это понять? Но вам было приятно, правда, что она пришла? Ну, да, конечно, и приятно, и, конечно, сюрприз. И это показывает ее характер, ее личность. Посмотрим, кто в итоге окажется победительницей. Я думаю, что Педро в любом случае выберет тебя. Роза. Вот Владочку супругой Педро я вижу. То есть она визитная карточка и России, и красоточка. А разница в возрасте? 20 лет. Да, Господи, какая-то разница. 20 лет разница в возрасте. Но генеральным директором компании, занимающей импортом и экспортом мяса, не вижу. Просто, вот я даже, когда я ее в кабинете... Но вы же не знаете ее, может быть, она справится и с этим... Нет, если вы хотите обанкротиться, то да. А почему ты сделала такой вывод? Ну, я, по крайней мере, видела здесь многих девушек с прекрасным образованием, умных. На вопрос, во сколько вы встаете в 11 часов, потому что... Ну, сказала, любит вставать в 11 часов. Вот. Но если нужно по работе, то будет вставать в 7 утра. А в 7 утра, если не на работу, никто не любит в мире вставать. В этом-то все и дело, кстати, да? А я высказал свое мнение, не нравится оно вам, да не слушайте. Может быть, сейчас у меня такая жизнь, что она в 11 встает, а потом, когда у нее возникнет шанс, и ей надо будет вставать рано и работать по-настоящему, она справится. Конечно, конечно, потому что ни один нормальный человек не любит вставать в 7 утра. Но если труба зовет, то встает и работает, понимаете? Ларис, я тебя умоляю, просто тебя умоляю, будет она тебе вставать в 8 утра. Я люблю тебя из Аспании, Горбейго. Ну, все, все, я тебя не беру в Испанию, все, все, не разводить, не беру тебя в Испанию. Знаешь, мне было безумно приятно, что он был рад меня видеть, что он так встретил. Я увидела, что у него загорелись глаза сразу же, то есть он посветлял, сразу же стал улыбаться. Он думает, ну, слава Богу. Да, и я бы хотела, конечно, думаю, да, и поужинать, пообщаться с ней. Я вижу, что астрологически она человек очень прямолинейно заточенный, это в данном случае хорошо. Потому что она шла за работой, а когда ей сделали личное предложение, она вполне естественно испугалась. Она козерог, и там очень много земли, и я считаю, что именно это подойдет Педро тоже. Потому что она с ним, на самом деле, родственная внутри, с точки зрения стихий. Поэтому я ее рассматривала бы. В ней нет, наверное, столь большой логичности, как в нашей второй невесте. В ней нет, наверное, каких-то профессиональных заслуг, которые к 27 годам хотелось бы увидеть в серьезной женщине. А Педро нужна серьезная женщина. Но зато есть все остальное, есть желание и готовность. Сейчас готова пойти? Знаешь, я готова этого человека узнать. Узнать, посмотреть, как у нас сложится с ним общение. Если у нас действительно возникнут эмоции и чувства, то почему нет? Я допускаю этого варианта. Роза, кому бы ты Педро послала? Я как бы хотела своему родственнику, не родственнике, но Педру я хотела бы, чтобы мужчина был счастлив с женщиной. Поэтому я бы Владочку, а что, красивая, пускай порадуется. Она пусть детей рожает ему. Он в салоны ходит, в тренажерный зал. А мне кажется, Юля идеально бы вам подошла. Мне понравилась Юля в связи с вами. Она взрослая, она опытная. Зачем вам тратить лишнюю энергию на какой-то ликбез, на азбуку? Юля понятливая, она в бизнесе. И она хороша собой. Она мне сделала комплимент. Приятно от женщины получить комплимент. А я не стану никуда посылать Педра. Не потому, что ни одной из женщин ему не желаю. Потому что он столько раз повторил за программу фразу о том, что он не согласен со мной, с тобой или с Розой. Ну зачем я буду сейчас тратить тоже силы свои? Пусть идет куда захочет. Какая ты обидчивая. Не надо меня как-то неправильно интерпретировать. Я не хотел никого обидеть. Я именно решила, что я вас вообще не буду... Я именно вас вообще решила, что я вас вообще не буду интерпретировать. Я сказал, что и в Испании везде есть разные люди. Совершенно верно. Да, в любом случае вы пойдете туда, куда вас позовет сердце. Мы вас поддержим обязательно. Проходите. Первая невеста, вторая и третья. Я предлагаю всем выйти и поддержать Педра. У нас есть пара Педра и Влада. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, оженились. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!